Сочинение Евгения Боротынского. Это запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Евгений Боротынский. Поэма «Цыганка». Глава третья. Не замечаем и неведом, за милою бродил он следом в тени задумчивых дубров, прекрасных Пресненских прудов, в аллеях стриженных бульвара, между красавиц городских искал он девы дум своих. Не для блистательного дара актеров наших посещал он душный театральный зал. Елецкой, сцену забывая, с той ложи не сводил очей, в которой Вера, молодая, сидела, изредка встречая взор, остановленный на ней. Вкусив неполное свидание, Елецкой приходил домой, исполнен мукою двойной. Но, полюбив свое страдание, такой же встречи с новым днем искал в безумии своем. Однажды погасал свежее июльский день, бульвар Тверской дремал под нисходящей мглой, пустела длинная аллея, царица тишины и сна, высоко поднялась луна. Но со знакомыми своими, еще в болтливом забытье, сидела Вера на скамье. В соседстве, незамечен ими, за липой, темной и густой, стоял влюбленный наш герой. Перчатку Вера уронила. Поспешно поднял он ее и подал ей. Лицо свое к нему с испугом обратила молодая дева. Разговор, прервав, на нем остановила встревоженный, но долгий взор. Судьбу душой своей довольной он и зато благодарил. Елецкой Веру поразил своей услугой своевольной. И хоть на час ее мечта им верно будет занята. Что ж, и сомнительное счастье мгновенных бедных этих встреч ему осеннее ненастье не позамедлило пресечь. Покрылось небо облаками, дождь бесконечный лив мелил. И вот мороз его сменил, застыли воды, снег клоками на мостовую повалил. Пришла зима, свистя крутится метель на пресненских прудах, на обнаженных деревах бульвара иней серебрится. Там, где недавнюю порой гуляли грации толпой, какой-нибудь жандарм усатый, шагая шпорами стучит, с метлой стоит мужик бродатый, иль школьник с сумкой бежит. Для балов, вечеров, при этом театр оставлен модным светом. Елецкий мрачен и сердит. Но вот в известном маскараде должно быть вера. Ожил он, и в полнадежде, в полдосаде лелеет деятельный сон. Живая музыка играет, кадрильи вьются ей под лад, кипит, пестреет маскарад. В его затею не вступает, и, кстати, большинство гостей. В тени их он еще видней. Призраки всех веков и наций гуляют феи, визери, полишенели, дикари. Их мучит без мистификаций. Но не выходит хитрых фраз. Я знаю вас, я знаю вас. Ни у кого для продолжения не достает воображения. Признаться надобно не нам, сугробов северных сынам, приноравляться к детям юга. Метелей дух не создал нас для их блистательных проказ. К чему неловкая натуга? Мы сохраняем холод свой в приемах живости чужой. Елецкий из ряда выходит и веру чуть с ума не сводит. Успел разведать он о ней. Довольно этих мелочей, в которых тайно роковые девицы видят молодые. В словах запутанных своих он намекает ей о них. И удивление, и смущение полна горит она лицом, и вот выходит из терпения. Я как обманутая сном. Скажите, ради бога, кто вы? Вы любопытны, как дитя. Итак, со мною не шутя вы познакомиться готовы. Нежданным именем моим я испугаю вас. Как скучно. Все шутки. Я не склонен к ним и остерег вас добродушно. Я дух. И нет глуши, жилья, где б я незримый не был с вами. Все чутким ухом слышу я. Все вижу зоркими очами. Не бойтесь. Слушаю, гляжу. Я с полной преданностью дружбы. Неожидаемые службы я вам догадливо служу. Однажды перед вашей очи я в виде смертного предстал. В ту пору сумрак летней ночи мне образ видимый давал. Вы узнаете. Ваши сказки вы продолжите до утра. Смотрите, все снимают маски. Снимите же свою. Пора. Не мне. Оставьте убежденье. Я не исполню ваш приказ. Лицо открыл бы я для вас. Без выражения. Без значения. Нет, нет. Я вспомню веселей. Сей разговор непринужденный. Почти нежданно уловленный счастливой маскою моей. Чем взор холодного смущения. Который на лицо мое вперите вы. Когда ее сниму я вам из угождения. Нет, я бы не мог его снести. Прощайте. Я не здешний житель. В мою безвестную обитель я должен вовремя сойти. Елецкий тихо удалился. Уж был у выхода. И зал совсем, казалось, покидал. Но у дверей остановился. Взглянуть он раз еще желал на веру. Тихий взор он встретил. Мольбу немую в нем заметил. Укор в нем дружеский постиг. И скинул маску. В этот миг пред ним лицо другое стало. Очами гневными сверкало. И дико поднятой рукой грозила вере. И пропала. С Елецким вместе. За толпой. Глава четвертая. Едва веселыми лучами день новый окна озлатил, Елецкий скорыми шагами уже по комнате ходил. Порой в забвении глубоком, Остановясь прилежным оком, Во что-то всматривался он. Во взорах счастья выражалось Перед душой его. Казалось, летал веселый светлый сон. Через мгновенье, пробужденный, Он тем же чувством озаренный, Свою прогулку продолжал И скоро снова прерывал. В покое том же, Занимая диван, Цыганка молодая Сидела бледная лицом. Усталость выражали очи. Казалось, в продолженье ночи Их Сара не смыкала сном. Она порывисто чесала Густые черные волосы, И их на темные красы Ногих плечей своих метала. Она склонялась головой, Но на Елецкого порой Взор из-под лобья подымала. Какою злобой он дышал! Другой мечты душою полон Подруги он не замечал. К ней напоследок подошел он. — Что это смотришь ты, совой? — сказал он. — Сара, что с тобой? Да молви слово! — Ах, мой Боже, Ты ждешь ответа моего! Вот он, я знаю, Отчего ты так доволен! — Отчего же? — Меня ты думал обмануть, Когда вчера, кривя душою, Ты мне с заботою такую Скорей советовал заснуть. Устала, Сара, дремлешь, Сара, Ляг, Сара, спать. И я легла, Да уж нарочно не спала. Давно грозит мне эта кара, Давно я брошена тобой. Ты сутки целые порой Двух слов со мной не произносишь, Любимых песен петь не просишь. Да и по ком? Твоя душа Уж так смертельно заболела, Ее вчера я разглядела, Совсем, совсем нехороша. — Так вот, в чем дело! — Сара знает, какая ждет ее судьба, За то, что служит, Угождает тебе по воле, как раба. Со знатной барышней своею Ты обвенчаешься, А с нею простишься, И ее на двор метлою выметут хоксор. — Ты совершенно сумасбродишь! Какие странные мечты! По пустякам горюешь ты И на меня тоску наводишь! — А кто, бывало, говорил, Ко мне ласкаясь то и дело, Тебя я, Сара, полюбил, Жить одному мне надоело? Будь мне подругою, Со мной живи под кровлею одной. Я нравом весело, живо, шумно, В пирах и песнях завсегда Мы будем проводить года. Я согласилась я безумно. Что же вышло? — Из моих речей Тобой забыта половина. Я говорил, Твоя судьбина Не будет скована с моей. Покуда, Люба, Жить со мною, живи. Наскучила — прощай, Былую радость поминай. С твоей свободой Той порою Я выговаривал мою. Но я тебя не узнаю. И сердце будущим тревожа, Ты на цыганку не похожа. Ваш род беспечен. — Проклят он! Он человечества лишён. Нам чужды все края мирские. Мы на обиды рождены. Забавить прихоти чужие Для пропитания мы должны. Я о себе молчу. Цыганка вам не подруга, А служанка. Она пляши да распивай, А сердцу воля не давай. — Оставь пустые опасенья, Не разлучимся мы с тобой, Хотя другого поколенья Родня я вашему судьбой. И я, как вы, отвержен светом, И мне враждебен сердце глаз. Не распадётся, Верь мне в этом, Цепь сопрягающая нас. Когда с цыганкой молодою Судьба Елецкого свела, Своей разгульную душою Она милая ему была. Я горя знать не буду с нею, Каких тяжёлых чёрных дум Мне иногда гнетущих ум Свободной резвостью своею Не удалит она сейчас. Кому при блеске Этих глаз Приснятся мрачные печали? Так думал он. Но дни мелькали, К её душе своей душой На продолжительное время Не мог пристать Елецкой мой. Зато потом уж Стали в бремя Затеи девы удалой. Не принимая в них участия, Уж он желал другого счастья. Души, с которой мог бы он Делиться всей своей душою. Надеждой тёмной увлечён, Он саре пробовал порою Передавать свои мечты. Но образованного чувства Язык для дикой красоты Был полон странной темноты. Она, не ведая искусства, Под речи друга своего Без всякой совести зевала И в скором времени Его сторонней шуткой прерывала. Но смутно трогалась, И ей, невразумительных речей, Цыганка голос понимала. Подруге в ветреной своей Он ежедневно был милей, Но к ней холодел По той же мере. Когда, любовью вспыхнув к вере, Он нравом стал ещё мрачней, Она развлечь его хотела. Она родные песни пела, Она по стульям, по столам, С живыми кликами скакала, Она при нём по пустякам Как можно громче хохотала, Но завсегда её смущал В то время взор его брюзгливый. Пред ним порыв её игривый В одно мгновенье упадал. Она сердилась и роптала, И грусть давила сердце ей, И тщетно Сара призывала Покой и радость прежних дней. Конец четвёртой главы поэмы «Цыганка» Евгения Боротынского Крымака Евгения Боротына Швейт 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 Продолжение следует...